друзья мои всем добрый день продолжаем разговор про манипуляции и обман в отношениях сегодня вам расскажу про один очень коварный прием человек влюбленный человек с затуманенным взором может достаточно долго не понимать что этот прием реализуется в его адрес и этот подход называется лейбай то есть если мы попробуем перевести с английского то здесь будет несколько трактовок прилечь рядом обочина временная стоянка то есть сами понимаете в общем то о чем идет речь то есть лейбай это когда вас рассматривают как временное пристанище временное какое-то лежбище когда вы просто удобны это даже не равно быть запасным вариантом потому что запасной вариант у него четко номер два номер три то есть если там маша или вася откажет я точно вернусь к этому пете или к этой ксюши но лейбай это когда вас точно не рассматривают для каких-то серьезных долгих отношений то есть просто понимают что надо как-то перетерпеть и с вами рядом перекантоваться то есть вы что-то вроде действительно перевалочного пункта партнер пользуется вашей жилплощадью пользуется какими-то вашими услугами вы делитесь с ними своими ресурсами а он или она продолжает искать любовь флиртовать мечтать о какой-то совсем другой жизни с каким-то другим партнером и определенные шаги предпринимать в том направлении там например сидеть на сайтах знакомств активно ходить по клубам и прочее и прочее то есть называйте вещи своими именами ваш партнер ищет более достойный вариант вам могут прямо кстати об этом говорить но бывает что люди настолько влюблены что им кажется да нет нет на самом деле он или она ко мне настолько серьезно относятся просто ему нужно время а бывает что действительно а пудрит мозги постоянно откладывают на потом и прочее вот они главные составляющие вейба и первое то есть партнера ну действительно используют там нет каких-то серьезных чувств там нет видения какой-то долгосрочной перспективы да к сожалению вас используют на вас не делают ставку вы не в приоритете просто вами вашей жилплощадью вашим расположением и прочее удобно пользоваться что еще нередко при лейбай как раз вот ключевой какой-то критерий он является определяющим то есть живут из-за квартиры живут из-за того что вы можете какую-то протекцию в плане карьеры сделать или то что вы там прописку человеку можете организовать и так далее параллельно такой человек ну вот который это скажем так реализует он флиртует влюбляется строит другие отношения он может как водить за нас также он может и действительно ничего конкретного не говорить ну и поскольку вы вопрос не поднимаете поскольку вы никаким образом не пытаетесь ну как-то прояснить ситуацию попросить какие-то гарантии и прочее то складывается такая ситуация что действительно ему просто удобно и и вроде как чистенький ну ничего же такого он не делает вы же не спрашивали и что дальше а когда ваш вот этот вот партнер ли как можно назвать этого человека найдет вариант получше или перейдет на некую ступень своей мечты там по карьере у него все лучше станет квартиру он или она купит и прочее ну он просто без сожалений уйдет вам скажут извини маша или ничего конкретного не скажут или скажут ты знаешь я такой сложные в жизни у меня все так сложно и вообще у меня кризис то есть вот будет что то такое то есть но по сути человеком обходится как с неким вот этим расходным материалом конечно чем коварно вот это вот манипуляция вот этот манипулятивный ход его невозможно на сто процентов выявить ловушек каких-то подводных течений очень много человек правда может на сегодняшний момент ну не до конца определился у него и есть какие-то чувства но он не знает он сомневается да возможно например вы слишком рано себе надумали а ваш же партнер он действительно очень достойно себя ведет до тот человек который рядом с вами он может искренне верить что ему с вами хорошо но он может также искренне влюбляться там в каких-то персонажей на стороне поэтому чтобы понять что это лейбай все-таки нужно внимательно анализировать нужно ну по каким-то другим косвенным маркером считывать как вообще настроен ваш партнер к примеру насколько он там при вас флиртует с другими какие у него жизненные планы что уже он конкретного для вас сделал как он себя ведет в ситуации или там хотя бы гипотетически как он себя поведет в ситуации когда вы лишите его возможности быть в этом жилье или у вас какие-то сложности с этим жильем произойдут ключевые маркеры там что должно быть прям вот таким явным для вас сигналом ну когда партнер с которым вроде как все серьезно вроде как есть какие-то там обещания некие обязательства он продолжает знакомства флирт продолжать сидение на сайтах просто позволяет себе более близкое общение с другими ну чё там да на корпоративе где-то что-то по обжимался там еще у кого-то где-то на коленках посидела но это же друзья о чем мы говорим это же друзья приятели все нормально или многие же сразу когда вот людей ловит скажем так на этом до спрашивать но в чём ты ешь на сайте знакомств вроде как все у нас определено а человек сразу начинает манипуляцию в ответ включать а это ты меня вынудил или вынудила я тебе на зло пошла или пошел я пошла туда ну чтоб проверить увидишь ты меня или не увидишь чтобы отстоять свою свободу то есть такая бодяга начинается это как вообще вот что у человеку этого самооценкой что он думает что ему поверят вот в любой вот в это вот слово будут верить следующий маркер ну когда никаких конкретных планов на будущее совместных либо планете все время отсрочиваются 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 вроде как собирались вы там как-то связать судьбу например вроде как вы собирались там что-то совместное купить вроде как собирались вас познакомить там с роднёй с друзьями ну что-нибудь и все это под разными предлогами по разным причинам откладывается откладывается из чего-то такого значимого и определенного это уже превратилась в штучку там когда-нибудь да ну может быть вот что-то в таком духе также это может быть и сознательный уход партнера от любых планов ну зачем что-то нам делать нам же хорошо вместе наслаждайся моментом радуйся живи моментом ну что ты хочешь ну зачем вот посмотри как нам замечательные прочие истории что еще должно насторожить когда у вас много чего раздельно конечно бывают разные пары и бывает пару которых раздельный бюджет или у которых очень четкие статьи в бюджете раздельные ну например по разному они питаются там каждый себе к примеру там платят за учебу за там жилье свое еще какие-то моменты это одно но когда вы вроде как в обоих вкладываете вы для двоих покупаете как обычно я больше со стороны женщин клиенток это слышу но мы же с ним семья я-то и стараюсь к нему относиться как к семье вот чтобы вот да для нас обоих было а он например идет вечером и пошел купил себе йогурт или там попросила его купить какие-то допустим таблетки а у с меня деньги за эти таблетки взял хотя до этого я сама ему например покупала таблетки он с радостью все взял а там даже мысли не было вернуть деньги за эти таблетки но естественно это касается и любых других расходов то есть вы понимаете что ваш человек он в кубышечку в копилочку исключительно на себя складывает а вашим жильем там машиной каким-то еще имуществом просто пользуется то есть вы такой вот вак вокзал где ночку кое-как переспать дождик не мочит и ладно вроде как не сильно вы разговорами каким-то там напрягаете и прочее но у человека есть какой-то четкий бюджет с которым он не собирается с вами делиться при том что вы своим бюджетом очень даже с ним делитесь а что еще а можно отнести вот к признакам вот этого лейбая когда у человека у вашего очень четкий приоритет и по расходам и по стилю жизни и прочее именно рассчитанный на себя самого ну то есть живете вы как вы считаете например что у вас некий гражданский брак и вам бы надо например там стиральную машинку заменить но вот что-то такое общее до плиту заменить а ваш любимый человек покупает надувную лодку чтобы ему ездить на какие-нибудь там рыбалки развлекаться или велосипед себе покупает и прочее то есть и это во всем так вроде как некая совместная статья расходов вроде как некие там до предполагаются общие расходы а ваш человек снова отдает приоритет в пользу именно себя тоже касается и времени то есть все выходные он всегда где-то чего-то с кем-то какой-то там праздник какой-то подходящий момент но человек снова отдает приоритет в сторону вот этого вот развлечения как бы именно себя где он или она там вроде как свободе что еще должно насторожить когда в принципе ваш человек позиционирует себя как свободного человека но это же видно очень часто по соцсетям по тому как где-то может быть в разговоре человек вставляет бывает что у человека ну прям семья там все конкретно а он прям четко в деле она выдерживает образ свободные девушки как вот нередко же девушки ну живут с такими так себе парнями да чисто там из-за квартиры там посмотришь на их соцсети и ты видишь прекрасную свободную девушку который в поиске которые открыто отношения по факту у нее бася который уже три года ждет и надеется то есть будьте осторожны конечно сразу ярлыки не надо наклеивать может быть это и не ваш случай но а если критериев много если ситуация подозрительным образом затягивается если ваш близкий человек скажем так балует ведет себя не очень приятно то конечно же здесь стоит уже думать что делать дальше может быть прямой разговор может быть ультиматум может быть резкое изменение совместных правил там относительно бюджета но это многое должно показать то есть будет готов ваш близкий к некому диалогу или он или она упрется обидится и быстрее свалит то есть возможно он или она так себе целью ты поставил что вот как только этот возмущаться начнет а я просто берусь и уйду хоть сколько-то да денег себе сэкономила хоть сколько-то да перекантовалась в общем не будьте вот этой вот обочиной все-таки будьте главным приоритетным человеком в жизни того кого любите пусть все у вас будет взаимно друзья мои если вам будет нужна моя помощь как психолога пожалуйста записывайте ко мне на онлайн консультации мои контакты внизу под видео подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новинки всем пока всем до скорых волнующих встреч